Скажите, что понимается под эго, как оно возникает и где оно находится, в каком месте? В сознании людей есть определенные уровни. И самым примитивным, или первым, ближе к человеческому, есть уровень, который мы называем ум. Это инструмент некий. Людям нужно понять, как возникает ум. Большинство людей живут умом, живут от ума, это еще хуже. Соответственно, нужно понять, что это такое. В некоторых источниках говорится о том, что ум – это абсолютная иллюзия, так же, как и весь мир. Но как понять, что ум – иллюзия? Мы приходим к пониманию того, что ум работает на основании чего-то. То есть есть мысли. В нашей голове мыслей нет. То есть наша голова – это не вместилище мыслей изначально. Мысли сами по себе, как мысли формы, существуют в пространстве. Но почему наш мозг или наш ум, проще говоря, фиксирует эти мысли и привязывается к ним? Почему он их выхватывает? Как они взаимодействуют с умом? Оказывается, есть привязанности. Привязанности к тому, что уже человек опробировал для себя и поделил на плохое и хорошее. Этим занимается ум. Но как возникают привязанности? Привязанности возникают благодаря пяти органам чувств. Человек видит. Есть плохое видение, есть хорошее видение, приятное, неприятное. Это все фиксирует. Личность, которая возникает на основании того, на что реагирует человек. Благодаря этим реакциям возникает личность. Благодаря этим реакциям, которые человек рассматривает, как «мне нравится» или «мне не нравится», это примитивный взгляд на вещи, возникает эго. Эго, которое стремится к комфорту. И эго, которое бежит от дискомфорта. Поэтому пять органов чувств, которые связаны тонкими каналами с телом, с телесным сознанием, формируют ум на основании того, что человек видел, слышал, ощущал и так далее. И вся эта информация прописывается в теле. Поэтому людям очень трудно бывает совладать с теми желаниями, которые прямо вибрируют в теле. Некоторые говорят, я вот так хочу, аж прямо йокает, аж прямо трясет все тело. Это что значит? Это значит, что желание очень сильно прописано. И этот человек, проще говоря, в хорошем смысле у этого человека проблема. Проблема, потому что он не может контролировать эти процессы. Эти желания иногда зашкаливают. И у людей возникают страдания в жизни. Соответственно, пять органов чувств. Телесное сознание и ум формируются благодаря внешнему влиянию пространства. Все, что видим, все, что слышим, все, что чувствуем, обоняем, осязаем. Это все как раз есть. Это все есть причина возникновения ума и того, что называется эго. И вот с этим надо работать. Мастер, расскажите, эго находится в каком-то конкретном месте у человека? Или оно является продуктом ума? Это совокупность всех наших органов чувств. Если, допустим, есть акцент на ощущения, вот, допустим, здесь холодно. Мы сидим здесь холодно. И часть эго может фиксировать этот холод. В данном случае это в ощущениях. Если здесь появится неприятный запах, либо приятный запах, это будет орган чувства, обоняния. Это все астральные реакции. Астральные, эфирно-астральные, более тонкие реакции. Поэтому, как таковая, скажем, реакция или акцент, который возникает в эго, связан с каким-то из органов чувств, и, естественно, акценты могут быть в той или иной степени направлены на органы чувств. Но в целом человек этого не осознает. Он просто говорит, что ему хорошо, ему плохо, ему нравится, ему не нравится, этот цвет хороший, здесь что-то неприятный запах, или, ой, какой аромат, я хочу туда. Это личность, это эго. Они уже не понимают, что происходит. Они не понимают, кто их ведет, откуда это все. Это полная привязанность, и это большая проблема, еще раз, потому что, когда обязательно человек попадет в непривычную ситуацию для того, чтобы сформировать личность свою, этим занимается закон, это кармический закон, он начинает страдать из-за того, что ему не нравится. Поэтому в йоге мы говорим, нам надо научиться любить все то, что нам не нравится. И тогда мы познаем, что есть закон. А каким образом любить все то, что нам не нравится? Это же не значит, что мы должны голову в огонь засунуть. Это неприятно. И учиться любить это. Нет, это крайности. Мы исходим из знаний. Мы пытаемся понять, тот неофит или ученик, студент, который занимается крией, он должен понять, откуда все возникает и что является причиной его страданий. А причиной страданий является излишняя привязанность к органам чувств, которые дают свои реакции, на основании которых формируется личность, которая говорит, что мне это нравится, а это нет. И я хочу только это, а вот это мне не хочется. Но он попадает в то, где ему не хочется, и, соответственно, ему надо научиться это принять. Возвращаясь к изначальному, он должен понять все, что происходит, откуда возникает, и взять под контроль. Васаны и самскары в йоге. Реакции тела, привязанности, различные связи из прошлого, они все работают здесь, сейчас. Мы сформировали свое сознание на основе привязанности через внешние органы, через органы чувств с внешним миром. Если вы хотите взять под контроль жизнь, вам надо начинать с этого. Скажите, пожалуйста, а в какой момент эго исчезает? Эго исчезает, когда вы спите. Эго исчезает, когда вы засыпаете. Потому что там отключаются пять органов чувств и отключается ум. Личность и интеллект исчезают полностью, когда вы в глубоком сне находитесь. Но там всегда существует сущность, атма. Личность и эго – это одно и то же? Я считаю, что да. Эго – это как реакция личности. Есть личность, допустим, любая личность, любой человек, он имеет свое эго. Это просто термин. Реакция личности на что-то – это обязательно эгоистическая реакция. Потому что у человека есть сформированное отношение к жизни, к самому себе. И он руководствуется этим. Но в психологии, можно сказать, это система убеждений. Допустим, да, я убежден, что вот это хорошо, а вот это нет. И вот в этом есть проблема. Скажите, а после смерти тело эго исчезает? Конечно, обязательно. Оно как раз таки исчезает вместе с умом, когда умирает мозг. Когда отключаются пять органов чувств. Когда возникает предсмертное состояние, по очереди или достаточно быстро, сразу отключаются все пять органов чувств. Только последним отключается слух. И поэтому с усопшим, внешне уже умершим человеком, он еще жив. Он будет жить еще приблизительно пять-семь дней. Но его почему-то быстро закапывают. Пять-семь дней еще душа находится, тонкие тела находятся. Поэтому семь дней отмечают. И последним отключается слух. И через уши, через орган слуха можно разговаривать с душой, где уже нет восприятия того, какое было, как личность. Но есть восприятие, которое непосредственно к душе обращение имеет возможность. Обратиться к душе. Поэтому есть традиции, например, в тибетском мистицизме, есть традиции, где лама общается с уходящим и дает ему рекомендации. И это общение происходит долго, много дней. Даже больше семи. Потом проводится обряд для того, чтобы душа обрела покой. И не блуждала где-то в средних мирах. Скажите, как только органы чувств отключаются, эго сразу же исчезает. Правильно я понял? Да. Вот смотрите, простой пример. Очень громко работает, допустим, телевизор, компьютер. Играет музыка. Вы хотите спать. В какой-то момент вы проваливаетесь, и вы не слышите музыку. Потому что вы провалились, отключились. Потом вы включаете свои органы чувств, приходите в себя, и снова слышите или видите. Это все отключается. Почему тогда мы лучше высыпаемся, когда телевизор все-таки выключен? Ну, потому что периодически мы возвращаемся из глубокого сна, и нам хочется снова заснуть, но нам что-то мешает. В той или иной степени все равно есть помеха, так называемая. А если все выключено, абсолютно тишина, то тогда человеку ничто не мешает. Он долго находится в состоянии отключения и перезаряжает себя. Скажите, пожалуйста, а как правильно относиться к своей личности, к эго? Ну, прежде всего, нужно понимать причины возникновения эго. Нужно понимать, каким образом эго влияет на вашу жизнь, каким образом она влияет на вас. Потому что вы не эго. И самое первое базовое правильное отношение – это принцип «я не ум» и «я не тело». Если вы хотите взять под контроль эти принципы, тогда вы рассматриваете в первую очередь такое важное понятие, как разотождествление с телом, личностью, умом. В противном случае ум вами будет заведовать всю вашу жизнь, и вы ничего не добьетесь. Ничего хорошего для вас вы не добьетесь. Потому что даже мимолетные радости, которые возникают при достижении каких-то меркантильных интересов, они потом, в общем-то, приводят в итоге к страданиям. Поскольку нет разотождествленности, есть отождествленность с чем-то, что не является постоянным. Это приводит к упадку. Большинство людей в этом живут. Поэтому начинать нужно с этого очень важного понятия, когда вы практикуете и находите дистанцию между тем, что является эго-личность, и тем, что вы себя представляете. Между тем, что есть это тело, и вы. Затем вы, работая дальше, находите взаимосвязи на более тонком духовном уровне, каким образом сущность или атман, или душа, пронизывая все, кристаллизует себя в теле. Это уже принципы йоги. Поэтому, если мы хотим, чтобы ум над нами не давлел, чтобы он знал свое место, и чтобы вы были счастливы на самом деле, с точки зрения того счастья, о котором, допустим, все мастера говорят, то желательно направить свое эго на божественность, которая внутри вас. То есть развернуть ум к самому себе и заставить его работать. То есть нужно его перепрограммировать или, применив силу концентрации, заставить ум делать то, что он должен и обязан делать по природе. Таким образом, вы создадите условия, при которых он будет хорошим исполнителем, и в этот момент ваша эволюция ускорится. А может ли человек жить вообще без эго? Конечно, может. Это святой человек. А что такое суперэго? Суперэго – это то эго, которое приобретает качество божественного и помогает человеку выразить себя в жизни. Но оно это делает не от себя, а как инструмент в руках Бога. А что понимается под словом эгоизм? Эгоизм – это отношение, неправильное отношение к себе и к жизни на основании ошибочного мнения, которое возникло благодаря влиянию внешних источников или, скажем, жизни на ваши нервные окончания, на ваши пять органов чувств, через которые вы делаете выводы. Но выводы эти происходят на основании того, что вы когда-то знали, видели и слышали. Это не является истинным знанием. И вот эгоизм как раз возникает из того, что вы уверены в своей правоте, но эта правота совершенно ошибочна, потому что вы ориентируетесь только основанием пяти органов чувств и тем, что вы уже познали за эту жизнь в этом воплощении. Ну, допустим, некоторые люди говорят, что нет прошлых жизней. Чем они руководствуются? Тем, что они не помнят. Но если человек не помнит, это же не значит, что этого нет. Это ошибочно. Аминь. Аминь.